Друзья, устали от нудной и неинтересной прокачки в GTA Online и Red Hat Online? Уже хотите наслаждаться игрой и покупать все, что пожелаете? Для вас отличное предложение. Переходите по ссылке в описании в нашу группу по прокачке ваших персонажей. Это самая надежная группа, в которой ваш заказ выполнит максимально быстро. И что самое главное, теперь прокачка доступна не только на ПК, но и на консолях PS4 и PS5. А если вам нужна помощь в покупке игры, то ребята вам также помогут и с этим. Не забывайте говорить, что вы от Зефа, так вы получите приятный бонус. Всем привет, вы на канале Зефа, с вами как всегда Александр. Сегодня мы с вами поговорим о Red Hat Online, а в частности о роли Охотник за головами. Мы разберем подробно эту роль и я постараюсь рассказать все тонкости и хитрости данной деятельности на конец 2022 года. Многие скажут, что видосов уже полно с обзорами роли, но стоит учитывать то, что роль подвергалась расширению. Пока что это одна роль, которая была расширена. А также сейчас в игру пришло много новичков, которые хотят получить свежий контент. А значит данный видеоролик будет актуален как для новичков, так и для ветеранов РДО. Друзья, по традиции к вам будет небольшая просьба, я очень хочу на канале взять отметку в 15 тысяч подписчиков. Помогите мне достигнуть данной цели. Подпишитесь на канал и прожмите лайк под роликом, за что я буду вам очень благодарен. Охотники за головами выслеживают опасных преступников, доставляя их живыми или мертвыми, закону, в обмен на возгонрождение. Чтобы начать работу в качестве охотника за головами, игрок должен получить лицензию охотника за головами в роутсе или на любой доске плакатов, если он не получил ее во вступительном ролике. Стандартная стоимость на обычную лицензию составляет 15 золотых слитков. Но акции или ограниченное предложение могут сделать лицензию со скидкой. После получения лицензии, игрок сможет перейти к любому плакату с наградами на карте, чтобы начать миссию по охоте за головами, которая вознаграждает его деньгами, золотом и опытом, количество которых зависит от видос и сложности преступника. А с расширением роли сейчас уже доступно две лицензии. Вторая лицензия нужна для выслеживания и поимки уже знаменитых преступников и трех новых легендарных. Лицензия знаменитого охотника за головами это специальная лицензия, добавляющая новых 10 уровней прогресса в рамках уровня знаменитости, в дополнение к 20 уровням роли охотника за головами, с предметами и навыками высокого уровня, новыми вариантами оружия и лошадьми. Лицензию можно купить за 15 золотых слитков в любое время, даже если игрок купил ранее стандартную лицензию. Но в декабре роль стоит всего 5 золотых слитков, что очень выгодно. Лицензированные охотники за головами могут начать работу подойдя к доске объявлений, расположенные рядом с офисами шерифа, почтовыми отделениями и железнодорожными станциями в разных штатах. Существует множество преступников, с которыми нужно иметь дело, и они варьируются по сложности, от одиноких преступников низкого уровня до печально известных преступников с вооруженной охраной и острым зрением. Борьба с вооруженной бандой или поимка нескольких целей упрощается с помощью отряда, каждый из членов которого получает свою долю. И имейте ввиду, что приведение целей живыми принесет большую награду, а вот золото всегда начисляется одинаково, вне зависимости какой преступник был сдан и в каком состоянии. Получение 12 уровня охотника за головами откроет возможность охотиться на других онлайн игроков с наградой в 5 долларов и более. Охотники за головами будут уведомлены посредством приглашения о возможности выследить разыскиваемого игрока. Когда он находится поблизости, разыскиваемый игрок должен сбежать или сдаться в течение отведенного времени, и в случае захвата у него также будет возможность сбежать или сдаться. Если охотник за головами принесет цель живой, он получит полную награду, пока преступник отбывает срок. На каждый доллар, который стоит преступнику, приходится секунда отбывания наказания в тюрьме. Это заставляет преступника стоимостью 20 долларов провести 20 секунд в тюрьме. В данном месяце, а именно в декабре, действуют тройные выплаты на знаменитых и легендарных преступников. Но так как ролик, возможно, вы будете смотреть и не только в этом месяце, то стоит сказать, что в целом тактика фарма и максимально эффективное выполнение заданий всегда одна. Пока качаете роль, выполняете то, что есть из заданий и берете легендарного преступника. На нем мы остановимся чуть позже, самое главное это выполнять задание 12 минут. Как только вы запустили поимку преступника, советую вам включить таймер на телефоне и следить за ним, так как золото начисляется по таймингам. За каждые 3 минуты задания 0.08 золота, а вот после 12 минуты, за каждые последующие 3 минуты фарм падает в 2 раза. Я так полагаю, по опыту доллара МРДО такая же ситуация, а значит не все задания нужно ждать именно до 30 секунд. Лучше всего используйте свой таймер. Если вы просто проходить задание будете без фарма, то просто выполняйте задание. А вот на эффективный фарм время лучше всего контролировать. И советую сразу не бежать за преступником, а подождать минут 3-4, а потом только приступить к заданию. Так вы точно ложитесь в тайминг 12 минут и получите максимально выгодную награду. С получением лицензии на знаменитых преступников советую их и выполнять. Времени всегда достаточно дают на задания, и что немаловажно, многие задания запускаются в отдельных сессиях, что плюс, никто мешать не будет. Что касается легендарных преступников, то тут я лишь расскажу, кого выгодно ловить и сколько времени нужно выжидать. Думаю, многие и так уже знают, о каком преступнике пойдет речь, конечно же, о Эти Дойл. Берете задание, и остальное будет максимально простым. Как только с охранниками вы зайдете во двор, и вам будет предложено выбрать место для засады, вы идете прямо в туннель. Заходите в него и просто ждете. Причем ждать нужно довольно много, минут 5 точно. Но при этом внимательно слушайте, что говорят. Как только преступница объявит, что пора уходить, вы не спеша выходите из туннеля, и на карте уже будет отмечена та преступница, которая нам нужна. Самое главное, не стреляйте в ее подручных, просто связывайте эту Дойл и отвозите к участку. Если вы сделаете так, как мы обсудили, то ее приспешницы нападать на вас не будут. И потом уже возле участка шерифа выжидаем оставшееся время, а время у нас на все задание 30 минут. Тогда вы получите много золота, долларов РДО и опыта. Покупка предметов по роли Охотник за головами тоже значимый аспект игры. На самом деле у данной роли очень полезные предметы. Тут и лучше на лассо, болы, седла отличные, лошадь тоже можно рассмотреть к покупке. Косметика тут уже кому что нравится, выбрать есть чего. Фургон прям рекомендую покупать, вещь очень нужная. Навыки также открывайте довольно полезны, к примеру использовать орлинное зрение при беге. При поиске коллекционных предметов или сундуков с сокровищами самое то. Вот такая роль Охотник за головами в Red Dead Online. Роль немного разнообразили Rockstar и сейчас играть максимально комфортно, даже я бы сказал фармить. Ведь для просто отыгровки все задания отлично смотрятся. И чуть не забыл, при прокачке роли не забывайте выполнять ежедневные задания. Три задания это 600 опыта. Сейчас в декабре это смешное количество, но в обычный месяц очень достойный опыт. Всем спасибо друзья за просмотр ролика, если он вам понравился или был полезен, то с вас лайк и подписка на канал. А с меня новый ролик. Всем до встречи друзья. Субтитры сделал DimaTorzok